Всем привет! Мы наконец-то вырвались в Лас-Вегас, пережили потом и блэкаут, чтобы снять для вас это видео о новинках выставки C и S 2018. Тут очень много вкусностей и... Да, да, ты в студии. Да. Я, конечно же, как и все, мог рассказать вам о стеноподобном TV от Samson, умном автомобиле Byton, ультрабуки Acer Swift 7 или о PowerSpot, способном заряжать целую кучу гаджетов одновременно без каких-либо проводов. Но в этом видео я расскажу вам о самых странных девайсах, которые показали в этом году на C и S. Полетели! Технологии развиваются очень быстро. Телефоны становятся безрамочными, игровые ноутбуки ноутбуками, а унитазы обходят в IQ владельцев. Если вам внезапно нужен унитаз, который имеет подогрев сиденья, работает с Amazon Alexa или Google Home, имеет встроенный автоматический дезодорант, дезинфекцию ультрафиолетом, отдельные пресеты под настроение, удаленный контроль и подсветку, колер приготовили для вас нечто особенное. Правда, заплатить за все это удовольствие нужно 6 тысяч долларов. Наверное, оно того стоит. Но это не точно. Если ваш дом постоянный свидетель творческого беспорядка, но окружающим не очень нравится вид заваленной вещами комнаты, а складывание вещей забирает много времени и сил, FoldyMate идет на помощь. Эта штуковина за 980 американских гривен складывает штаны и рубашки почти моментально. Единственный вопрос. Что, если FoldyMate, как и любой порядочный принтер, будет зажевывать вещи? Все-таки с бумагой, как мне кажется, это не настолько обидно, как может быть с любимой кофтой или штанами. AEE Cellfly – это очень странный чехол. Ну, начать стоит с того, что он почти умеет летать. В его корпусе находится маленький дрон с камерой, которым можно управлять с телефона. К сожалению, отправить телефон в стратосферу с его помощью не выйдет. Стоит этот странный девайс 130 долларов. А еще на CES была дива-подушка Somnex. Вернее, даже не подушка, а настоящий робот, который помогает уснуть. Робот умеет дышать. Вот, прям серьезно, дышать. А еще Somnex поет колыбельные, читает вам книжечки и все в таком духе. Ну, можно, конечно же, загрузить и свой аудиофайл. На самом деле, Somnex очень интересный продукт. Много людей страдают от бессонницы, и такая вот штуковина действительно может им помочь. Но, кроме всей этой бытовой шелухи, на CES 2018 затронули действительно важную тему. Например, тему выживания человечества. Боксеры Spartan защищают будущее потомство. Да, серьезно, эти трусы, по заявлениям разработчиков, защищают ваш хребтся от радиации. Стоят они от 32 долларов за пару. Но ведь речь идет о здоровье. Ну и, конечно же, еще один необычный способ потратить лишнюю тысячу долларов на очень нужную вещь для любителей винишка. Karavin Model 11 – штука, которая может показаться просто сумасшедшей. Это устройство позволяет пить вино, не открывая бутылку. Полая игла пробивает пробку, и вы можете попивать вино. В это время данный аппарат заполняет освободившееся в бутылке место аргоном, и при помощи таких вот хитрых манипуляций вино не выдохнется. Эстеты, правда, сразу возражают, что без деконтирования вкус и аромат будут не те. Но уж простите. Не знаю, правда, можно ли ходить с такой штукой по магазинам и тайно дегустировать содержимое всех винных бутылок в поле зрения, но если да, то вложение в тысячу долларов может довольно быстро окупиться. Razer же, кроме Project Linda и Ковейка для мышки Hyperflux, показали очень странную, но крайне забавную клавиатуру. Забавную потому, что она имеет размер небольшого стола. Представьте только, сколько банок сжатого воздуха понадобилось бы, чтобы почистить такую клавиатуру. Хотя в таком размере есть и свои достоинства. Например, за годы использования в этой клавиатуре может накопиться столько еды, что владелец без проблем сможет пережить даже ядерную войну. А еще в ней можно претать заначку или же отбиваться от тех, кто будет мешать владельцу получать чуду гейминг-экспириенс. Месье Фрейд с уверенностью бы заявил, взглянув на стенд Сэмсон, что товарищи страдают гигантоманией. И неспроста. The Wall – телевизор размером со стену. Вроде бы ничего странного в этом нет, вот только возникает вопрос. Кому вообще нужен телевизор размером со стену? Впрочем, это вопрос не единственный. Сэмсон еще не сообщили цену. Понятно лишь то, что стоит телевизор будет миллионы. И это не преувеличение. Почти 4 метра диагонали. Это вам не хухры-мухры. А теперь представьте на секунду, как на нем играть. Многие посетители выставки пребывали в недоумении от стенда PsychoSec, на котором были выставлены тела, в которые можно пересадить сознание. Но нет, к сожалению или к счастью, это не настоящие тела, а всего лишь очень оригинальный способ привлечь внимание к новому сериалу от Netflix. Но стоит отметить, что тела были настолько реалистичны, что многие посетители выставки успели даже перепугаться. Ну а роботы-стейптизерши, которых демонстрировали в одном из ночных клубов Вегаса, это и вовсе какая-то дичь. Они, кажется, не понравились вообще никому. Киберпанк, который мы заслужили. Ну и чтобы закончить на позитивной ноте, я расскажу вам о совершенно бесполезной, но крайне милой штуковине. Если вкратце, то Lovebox – маленькая коробочка с дисплеем внутри, на которую при помощи мобильного приложения можно отправить какое-то сообщение. Когда сообщение приходит, сердце начинает вращаться до тех пор, пока вы не откроете крышку и не посмотрите, что же вам там написал любимый человек. Lovebox – хоть и бесполезная, но очень милая штуковина. В чем не стоит сомневаться, так это в том, что сообщение, полученное на такую вот коробочку, гораздо приятнее, чем эмоджи в мессенджере. На CES в этом году показали просто тонну действительно крутых гаджетов, и я постарался рассказать о самых необычных, о самых странных и интересных из них. Подписывайтесь на наш канал, ведь с нами интересно. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!